Чарли Котовский. Глава 3. Стажёр. На следующее утро Чарли проснулся довольно поздно. Неспешно позавтракав, он по обыкновению сварил себе чашечку кофе. Без тараканов. Однако допить сладкий животворящий напиток ему не дал телефонный звонок. Это позвонили из банка Imperial. Мистер Котовский, вы должны к нам заехать подписать бумаги по поводу вашего кредита. — Какого такого кредита? — не понял детектив. — Который вы взяли у нас в банке вчера, — пояснила девушка. — Как это так? — удивился Чарли. — Я не брал никакого кредита. — Взяли на 100 тысяч долларов. Обещали приехать сегодня подписать договор. Котовский подумал, что это какое-то недоразумение, и принялся срочно собираться в банк, чтобы решить этот вопрос. Уже в дороге детектив решил заехать по пути в полицейский участок, узнать, как продвигается дело о кражах автомобилей у друга сержанта Доксона. Сержант очень обрадовался встрече. Из-за его спины робко выглядывала молоденькая кошка. — А вот и Чарли Котовский! — воскликнул он приветливо. — А мы о тебе только что вспоминали. Знакомься, это Виолетта. — Чарли Котовский! — представился детектив. — Виолетта хочет стать детективом! — пояснил Фред. — Поэтому решила поучиться у самого лучшего детектива города. Я очень этому обрадовался. К моему удивлению, Виолетта ошибочно считает лучшим детективом тебя, а не меня. — Возьмешься ее обучать? Девушка приветливо улыбнулась и в подтверждение этих слов кивнула. Детективом переспросил Котовский, недовольно нахмурившись. — Это, конечно, похвально, но я всегда работаю один, без напарников. — Боюсь, что вам, леди, придется искать другого наставника. — Ах, Чарли, клянусь, я не стану вам мешать! — заверила его кошка и тут же повисла на его плечи. — Просто я буду смотреть, как вы расследуете преступление. Представьте, что меня нет, и вы работаете один, как обычно. — Это исключено! — отрезан Котовский, бесцеремонно отпихивая кошку. — Об этом не может быть и речи! Чарли уже собирался уйти, но девушка вцепила этот подол куртки детектива и захныкала. — Ну, детектив, Чарли, Чарли, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! — завывала она, состроив жалобные глазки. Чарли на силу вырвался из цепких рук Виолетты и, со всей скоростью, на которую он был способен, рванул на улицу. Затем чуть отдышался. Убедившись, что его не преследуют, поспешил в банк. Конец главы. Конец главы.